Эмоции и вы получите максимум наслаждения от полёта наших спортивных машин. Вот сейчас на ВПП ребята готовятся к выступлению, проверяют дымы. Это традиционная процедура для начала выступления. И получено разрешение на взлёт. Группа начинает разбег. Вы видите, всего несколько десятков, вернее, ну, порядка сотни метров сейчас трудно для того, чтобы поднять в воздух эти лёгкие спортивные самолёты. Являющиеся практически классикой нашего спортивного, авиационного, к сожалению, уже прошлого, да. Эти самолёты пока, вернее, уже не выпускаются, но в то же самое время самолёты ОКБ имени Яковлева являлись основными машинами для подготовки лётного состава. Лётчиков-спортсменов, для участия в соревнованиях по самолётному спорту, для постановки разных мировых рекордов. Поверьте мне, это достаточно легендарные самолёты. И вот, группа взлетела, сейчас выполняется сбор группы. Она будет перестраиваться в порядок ромб и выйдет на центр пилотажа во всей своей красе. Всё внимание на группу влево. Пожалуйста, приготовьте свои фотоаппараты и видеокамеры. И не выключайте до конца нашего выступления. Я уверяю вас, вы получите массу уникальных кадров. А там уже размещайте хоть на YouTube. Отправляйте брату, папе, маме и получите миллион лайков. Приветствуем пилотажную группу. Первый полёт! Дорогие друзья, пилотажная группа «Первый полёт» дарит вам своё искусство. Ведущий самолёт пилотирует известный в авиационных кругах Александр Михайлов под прозванием «Лодочник». Те, кто узнают, те поймут, это поистину легендарная личность, которая освоил массу всевозможных летательных аппаратов, садился и на воду, и на песок, и на глину, и на землю, и на траву, и на куда только угодно. Выдающийся лётчик! Левый ведомый! Всем вам уже известный Роман Овчинников, который принимает участие в гонках. Бравый ведомый, битый самохвалом, и хвостовой ведомый, наша незаменимая, наша неповторимая, наша любимая Ирина Маркова! Ребята выполняют вираж в стране Роман и выходят на ось пилотажа. Роман Овчинников, приготовились, внимание, дымы! Пилотажная группа «Первый борец» создана в 2009 году. Вот, посмотрите, пожалуйста, превосходная фигура. Вот такие вот элегантные, шикарные распуски выполняют наши ведомые правые и левые. И отделяется от группы Ирина Маркова для выполнения сольного пилотажа. Роман Овчинников, представитель «Первый борец» Итак, сольный пилотаж на самолете Як-54 выполняет наша любимая Ирина Маркова! Обратите внимание, что творит наша девушка в этом летнем московском небе! Как прекрасен и красивый ее полет! Легкость, которой девушка выполняет все эти фигуры, напоминает просто танец! Давайте поаплодируем этой девушке! Спасибо, Ирина! Итак, пилотажная группа «Первый полет» основана в 2009 году. И за пять лет своего существования стала одним из самых ярких представителей самолетного спорта России. «Первый полет» — единственная пилотажная группа в России, выступающая на поршневых самолетах. Вращение выполняет Ирина Маркова! Ну а слева к центру пилотажа подходит двойка Яков, Роман Овчинников и Дмитрий Самохвалов выполняет петлю Нестерова парой! Заход на вторую петлю и будет выполнена еще одна петля в паре! Посмотрите, какое минимальное расстояние держат летчики, минимальный интервал между самолетами! Это поистину показатель высочайшего мастерства пилотов! И пару слов еще об этой фигуре! Вы знаете, буквально в прошлом году исполнилось 100 лет! С того дня, когда русский герой и летчик Петр Нестеров выполнил эту сложную фигуру, которая называлась «Мертвяю петлей» и впоследствии ее назвали его именем «Петлей Нестерова» и будет синхронный поворот на вертикали! И раз! Ребята разгоняются и снова зайдут на петлю! Здорово! Так вот, 100 лет назад русский летчик Петр Нестеров выполнил эту сложнейшую фигуру! Сложнейшую для тех времен, конечно же! И эта фигура Петля Нестерова вошла во все курсы учебной и улетной подготовки и во все сборники по высшему пилотажу! Конечно, нам есть чем гордиться, когда такие люди в стране уже российской есть! У нас очень богатое авиационное прошлое! И я не сомневаюсь, у нас будет еще более богатое авиационное будущее! Дорогие друзья, все внимание влево! Самолет-литировщик Пайпер БА-23 и ЯК-54 Ирины Марковой Выполняют сложнейшую фигуру-вентилятор! Ваши аплодисменты ребятам! Вот такая красивая фигура, которая требует координации, четкости и контроля всех действий от летчика! И не только в самолете ЯК-54, которым сейчас управляет Ириша, но и самолет-литировщик, который строго должен выдерживать высоту и скорость, для того, чтобы эта фигура была действительно красивой! А на центр пилотажа выходят Роман Овчинников и Дмитрий Самохвалов и выполняют косую петлю парой! Сейчас будет выполнено нечто такое, вроде вот абракадабры такой, это сборный такой комплекс фигур, сейчас распуск на горизонтале, будет выполнен полупереворот, а вернее три четверти петли, и летчики будут сходиться на встречных курсах Снижение, разгон и полет на встречных курсах! Аплодируем летчикам! Вертикаль! Скорость падает до ла-ля! И синхронный поворот на вертикали! Спасибо, мужики! Участие в различных чемпионатах России, Европы и мира! Ну, о том, что наши спортсмены являются заслуженными мастерами авиационного спорта, самолетного спорта, я уже говорил. И, кстати, к небольшому сожалению, вот сегодня наша группа выступает не в полном составе, у нас не хватает двух летчиков на двух самолетах. Это Антон Беркутов и Олег Шполянский, которые в настоящее время, вот сейчас, вот в эту минуту, они находятся в Венгрии. И проход на ла-жей, Ирина Варко, для вас! Аплодисменты! Есть и славу нашей страны! Дмитрий Самохвалов и Роман Овчинников выполняют сложнейшую фигуру. Вентилятор в составе трех самолетов! Снимайте, ребята, снимайте, не стесняйтесь! Напомните, это уже такое, такое событие будет у вас. Будет о чем рассказать, друзьям. И распуск выполняют наши летчики. Вы знаете, самая большая радость для летчика, это когда он доставляет людям удовольствие, и в то же самое время его зрители не отпускают. И он готов вот так по кругу летать, летать и летать, вот пока бензин не закончится, и он иной раз уже ему говоришь, хватит уже садить. Он говорит, ну сейчас я еще кружочек сделаю. Вот так и здесь. Вот, и посмотрите, вот у нас Саша Михайлов вот сейчас выполняет вираж, тем самым давая время для перестроения основной группе. И подходит у нас Ирина Маркова, которая сейчас опять будет выполнять сольный пилотаж. Вот у нас катушечка и вращение на вертикали пошли. Скорость падает на ноля. Эта фигура у нас называется... Да чем-то узнать, как она называется. Я просто пропагандировала, правда? Вот. Елочка отошла, и сейчас она должна нам какой-то сюрприз показать, вот насколько я вообще знаю. Впереди мы видим еще, к нам подходит пара яков на встречном курсе. К вам как раз вы видите их, наш солист Ирина Маркова. А сейчас все творят вот эти парни. И фонтан в исполнении Овчинникова и Самохвалова. Аплодисменты летчикам! Клубы, начинайте летать. Сейчас это все вполне доступно. У нас был период, когда мы, так сказать, не летали, в кавычках. Ну а сейчас это возможно практически для всех. И когда вы придете однажды, вы уже настолько заболеете этим делом, что вы не будете просто так ходить по земле, вы будете просто... Вы бегать будете, вы будете летать. И все ваши мысли будут только о небе, но и о ваших близких, конечно же. Вы знаете, когда человек поднимается в небо, он оставляет на земле все плохое, все негативное. И вот Ириша специально катетничает. Вот эта фигура называется хвостик. Специально для вас. Аплодисменты, Ирия. Так вот, я хотел сказать, что поднимаясь в небо человек, оставляет на земле все горести и невзгоды. И очищает там всякой сквердой. Все внимание вперед. Як-52 парой выполняю сердце для вас, дорогие друзья. И самолет-летировщик пронзает стрелой Амура. Это красивое сердце. Ребята, приходите в АРА-клубы, начинайте летать. Занимайтесь самолетным спортом. Становитесь чемпионами. Выступайте в летные училища и продолжайте наше дело. Покажите всему миру. Наша авиация лучшая! Вы наша смена! Слава авиаторам России! А впереди к центру Бакаса подходит пара Яков. Да, кстати, и вот возвращаясь к текущему чемпионату мира, наши друзья, наши братья Антон Беркут и Олег Шмолянский, они сейчас отстаивают честь нашей страны на чемпионате мира. И мы не сомневаемся, что они приедут оттуда призерами и победителями. Вот, допустим, Антон Беркутов в прошлом году приехал абсолютным чемпионом. И вот основная интрига там разворачивается между Францией и Россией. Это командный зачет. Белодажная группа «Первый полет» в небе над Жуковским. Коль, я тут смотрел за этой группой, за выступлением и подумал, какой бы был наш с тобой первый полет, если бы мы сели в самолеты, вот так бы мы бы слетали. Я думаю, что он в любом случае был бы незабываемым, знаешь. Я что могу сказать? Да, у тебя уже виски немножко седые. Я полностью блондином бы вышел с самолета. Наверное, вот так было. Да, но этот первый полет был замечательный и заслуживает ваших громких аплодисментов. Внимание на левые, внимание на экраны. Группа «Первый полет» заходит на посадку. А сейчас очень важная информация. А ты знаешь, я вот тут подумал, что мы, конечно, тут спорим о том, что же лучше машины, самолеты, кто сильнее, кто круче, кто быстрее. В принципе, всех нас здесь и нас с тобой, и огромное количество зрителей, которые смотрят сейчас, в том числе и на нас, потому что больше не я на кого. Всех нас объединяет жажда скорости, жажда каких-то острых ощущений. Поэтому, дорогие друзья, у вас есть возможность испытать, собственно, наручный сгенерированный прилив адреналина. Если вы еще не были в 4G-уау-зоне от МТС, отправляйтесь туда, выберите любой самолет или спорткар, пройдите через то, через что проходят наши участники, и, я уверен, вы получите массу удовольствий. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас вы могли видеть такую синхронную, уникальную посадку. Пары самолетов пилотажной группы «Первый полет». Это было действительно здорово и захватывающе. Вот они парой сейчас и заруливают к месту стоянки.